Свободная импровизация Первое правило – наличие образа, сюжета или какой-либо идеи. И второе правило – ограничение. Необходимо себя ограничить рамками определенного игрового приема или фактуры. Сейчас я покажу несколько фактурных приемов, и мы посмотрим, какие образы можно воплотить с их помощью. Первый фактурный прием – это речитатив. То есть подражание человеческой речи. Здесь мы можем использовать повторение звука, создание интонаций, то есть связи между двумя-тремя звуками, которые взяты рядом или скачком. Мы используем паузы, фирмата, также контрастное звукоизвлечение. И, что очень важно, мы подчиняемся свободному времени. То есть здесь происходит отсутствие равномерного метра. Давайте посмотрим, как можно на инструменте изобразить человеческую речь. Паузы, фирмата, также контрастное звукоизвлечение. Паузы, фирмата, также контрастное звукоизвлечение. Следующий фактурный прием – мелодия с аккомпанементом. Прежде всего, это подражание пению. И оно происходит с помощью построения мотивов, фраз и мелодий. Если мы добавим к нашему мелодическому материалу небольшой, несложный аккомпанемент, то он расцветёт разными красками. Звучит музыка. Следующий фактурный приём – арпечь. С его помощью можно изобразить, например, движение поезда. Мы в левой руке возьмём одну единственную, повторяющуюся на протяжении всего эпизода фигур, от звука до. Это даст нам возможность показать механичность, однообразность движения колёс. Но, с другой стороны, это поможет показать чувство скорости и азарта. Звучит музыка. Также с помощью арпеджио можно изобразить шум прибоя. Несмотря на то, что здесь присутствует также однообразное движение прилив-отлив, все же это романтическая картина, и гармония здесь будет меняться. Движение волн можно изобразить арпеджио разной структуры, коротким, длинным или логаном. Движение волн. Перейдем к следующему приему под названием токатная фактура, где правая и левая рука играют попеременно. С помощью этой фактуры можно изобразить африканские барабаны. Субтитры создавал DimaTorzok Или совершенно противоположный образ, как дождь и радуга. Здесь мы будем использовать другое звучание инструмента, инструмента прозрачное и мягкое. Субтитры создавал DimaTorzok Перейдем с вами к другому приему под названием аккордовая фактура. В данном случае мелодия становится верхним звуком аккорда, но ни в коем случае не утрачивает своего главного назначения, носителем основной идеи. Вся вертикаль и последования аккордовые призваны создать чувство и настроение. Давайте посмотрим, как можно изобразить грусть. Субтитры создавал DimaTorzok Отделим бас от аккорда, придадим музыке устремленность и получим радость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Например, на тему «Вот зачем нам проблемы?» Здесь будут использованы фактурные приемы рэгтайма, а именно так называемый шагающий бас в левой руке, а в правой, большей частью использованы ритмические приемы, это синкопы и опережение звука. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас давайте вместе разучим музыкальный материал, который может стать основой для вашей самостоятельной импровизации. Светлая релаксирующая музыка в ре-мажоре. Форма будет состоять из четырех квадратов, каждый квадрат – это восемь тактов. Количество квадратов, безусловно, может быть изменено, как и все элементы, которые его составляют. Нам понадобится гармоническая фигурация в левой руке, которая будет однообразной, но играться от разных звуков. От ре, от соль, снова от ре и от ля. Как вы понимаете, получилась традиционная гармоническая последовательность тоника, субдоминанда, тоника и доминанда. Фигурация будет выглядеть таким образом и повторяться дважды от перечисленных звуков. От соль, от ре и от ля. Привыкая, левая рука играет свою партию автоматически. Правая рука играет в ре-мажорном звукоряде, это значит, что в мелодии используются абсолютно любые звуки данного звукоряда. Не забывайте лишь приводить в нужное время к устой. В каждом квадрате будет свой основной мотив, который неоднократно повторяется, что характерно для расслабляющей музыки. Если вы немного будете варьировать мотив, композиция станет интереснее. Другим будет лишь мотив на доминанде, потому что он выполняет функцию перехода к следующему квадрату. Итак, в первом квадрате целесообразно применить крупные длительности. Второй квадрат. В мотив включаются восьмые, но их немного. Третий квадрат. Идем по нарастающей, и мы подошли к кульминации. Движение полностью составлено из восьмых. Четвертый квадрат. Спад напряжения. И мы используем один короткий повторяющийся мотив на уходе. И в заключении используем замедление. Таким образом, с помощью несложных приемов, можно создать очаровательную музыку. Нотный материал, как всегда, вы найдете в подвале нашего видео.